Вы смотрите «Израиль за неделю». Новый год в Израиле отмечали не только выходцы из бывшего Советского Союза, но и многие израильские политики, которые решили накануне выборов обратиться по-русски к своим потенциальным избирателям. Итак, первым это сделал премьер-министр Бенямини Таньягу. С Новым годом! С Новым счастьем! Дорогие соотечественники, желаю всем вам счастливого Нового года. Я обращаюсь к вам и членам ваших семей, которые еще не репатриировались. Приезжайте в Израиль и пусть вам сопутствует успех во всем. С Новым годом! Это был глава правительства Бенямини Таньягу, а вот лидер партии Мэрит Зава Гален обратилась к своим потенциальным избирателям на русском языке. Дорогие друзья, я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Да, большую часть своей жизни я провела в Израиле, но родилась я в Ильнусе. Есть вещи, которые не забываются. И еще один лидер партии, партия «Еврейский дом», министр экономики Нафтали Беннетт, тоже решил не обойти вниманием праздник Новый год. Но еще немного юмора, только настоящего из Одессы. В Израиле прошел фестиваль «Одесская весна». Это такая встреча, на которой можно не только услышать одесский акцент, но и вспомнить молодость. На фестивале побывал Александр Дашков. Клейзмеры, актеры, изображающие героев произведений Бабеля и Ильфа и Петрова, полурусский «Южный говор». Так организаторы фестиваля «Одесская весна» приветствуют почтенную публику в Доме культуры города Батьян. Сегодня здесь концерт специально для уроженцев «Жемчужины у моря». Место проведения фестиваля значение не играет. Как выясняется, бывших одесситов не бывает. Одессит – это не то, что болезнь. Это не то, что диагноз. Это просто уникальный случай. Почему? Потому что нету больше людей, которые кончаются на АИД. Ну, кроме АИД. В программе «Вечера» – песни про Одессу. Ну и, конечно, юмор. Еврейский юмор. Писатель Александр Каневский читает отрывки из своей книги. Шутки иногда ниже пояса. Возвращались вечером, уже без песен, тихо. Руками никто не размахивал. Каждый держался за обрезанным плоть. Обрезали всех, поэтому в автобусе стало больше места. Те, кто приехал из Одессы – ведущий вечера сценарист Игорь Кнеллер и участница некогда популярной в 90-х российской программы «Джентльмен-шоу» Ирина Токарчук. Зрителям они показывают сценки из жизни одесского многонационального дворика, в котором евреи когда-то задавали свою особую тональность. Одесса. Какие были у нас предприятия? Еще от них осталось? Какие названия? Пожалуйста, парахонство. Центролит. Роза Люксбург. Нюма Робоборг. Да, пришел из Нюма Робоборг. Потому что эти социалисты тоже. А где названия? Евреи улетели на ПМЖ в разные страны, их место заняли переселенцы из областных центров Украины и гастарбайтеры. Такое мнение выступающих разделяют и гости фестиваля. Одессит Геннадий Манусис в прошлом году побывал в родном городе. Говорит, привоз уже не тот. Стоят люди, которых не узнаю я. То есть это не та Одесса. Одесса изменилась. Для поэта и писателя Игоря Губермана фестиваль в Батьяме прежде всего возможность пообщаться с читателем. Я, может быть, не в восторге от большинства номеров, у меня разные вкусы со зрителями. Но счастье, что такое мероприятие существует, потому что люди выступают, люди приезжают, другие люди слушают. Счастье, что у нас есть какое-то взаимное общение друг с другом, а мы не тихая провинция, которой мы на самом деле не являемся. Но кажем сейчас, да. Впрочем, публика выступлением, похоже, осталась довольна. Ведь Одесса уже давно здесь. Со своим еврейским юмором и полукриминальной романтикой. Местичковой непосредственностью и неповторимым полурусским говором. Ну и, конечно, шансоном, популярным в Израиле не только среди уроженцев приморского города. В общем, Одесса-мама Батьям-папа. Что вы говорите? Они покинули Одессу, но Одесса не покинула их. По словам собравшихся на этом фестивале, где бы они ни находились, с ними всегда будет частичка жемчужиного моря. Александр Дашков, Леон Фершбейн, Ефим Кучук. Специально для программы «Израиль за неделю». Такой была минувшая неделя. Спасибо, что этот час вы провели с нами. Увидимся в следующую субботу на телеканале РТВА. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин